Синдром хронической бактериальной интоксикации Подразумевает, скажем, тактику симптоматического лечения А именно дезинтоксикация Поэтому пока я делаю анализы, пока мы готовим лекарства Я рекомендую дезинтоксикацию Травки, которые, скажем, промывая почки, ее уменьшают Энтеросорбенты И удивительно, на фоне этого, казалось бы, ничего не представляющего Ни специфического лечения Некоторым пациентам становится лучше Значительно лучше То есть уменьшается токсическая нагрузка на организм И может исчезать температура Проходить какие-то болевые синдромы Во всяком случае, это дезинтоксикация Ну, это симптоматическая Главный смысл лечения Это все-таки этиопатогенетическая Значит, исходя из того Что в почках у пациентов живут бактерии Значит, совершенно правильно поставить себе задачу Сделать так, чтобы они там не жили Добиться этого с помощью антибиотиков Что казалось бы очень просто А бактерия антибиотик невозможна И вот почему Слово нефродисбактериоз Исключает варианты, возможности Вылечить это состояние с помощью антибиотиков Понятно, не буду дальше распространяться Поэтому уже много лет Я из тех бактерий, которые мы уделяем при бакпосеве Готовлю лекарства Ауто-вакцины И этими ауто-вакцинами Приготовленными из кишечной палочки Энтерокока, энтеробактера, клипсиелы А там может жить целая команда Более 20 наименований Гафни, марганеллы, серации, ацинетобактеры Короче, все то, что живет в кишечнике Наверное, кто-то из вас успел подумать Что это, наверное, человек Неправильно соблюдает гигиену Нет, что Это происходит у королевских особ У особ королевских кровей У всех, кто порожняет кишечник Это физиологический процесс Так же, как нельзя защититься, скажем, от стафилокока Живя в социуме Так нельзя защитить нашу кожу и слизистые От кишечных бактерий Которые живут в кишечнике Проблема в другом Проблема в том, что до какого-то времени У большинства людей Эти бактерии попадают и погибают И не живут в нетипичных условиях А у некоторых Чаще благодаря неразумному Использованию эти биотиков Они поселяются в бочках Вот используя эти бактерии Мы готовим вакцины Бактериальные ауто-вакцины Не проводя особую параллель По механизму действия Я заметил бы следующее 1 октября Были объявлены два лауреата Нобелевской премии В области медицины Это был американец Джеймс Эллисон Из Техасского университета И япониста Сука Хонжо Из Киотского Что они сделали? Они установили, что при раковых заболеваниях Иммунная система находится в состоянии паралити Ее блокируют два протеина Которые не позволяют ей распознавать Раковые клетки И бороться с ними Как с чужеродными агентами И они придумали систему Блокировки этих протеинов И иммунная система проснулась Встрепенулась И этот метод иммунологического лечения рака Сегодня может оказаться Самым перспективным и прогрессивным 21 веке Вот аутовакцина делает примерно то же самое Благодаря тому Благодаря тому Что кишечные бактерии Живут в кишечнике всю жизнь Иммунная система Перестает на них реагировать Как на что-то чужое Она находится в состоянии Своеобразного иммунологического паралича Терпимости Термин медицинский Иммунологическая толерантность Она не распознает В антигенном плане Эти бактерии А вакцина По сути Представляет из себя Эдакий антигенный коктейль Приготовленный из этих бактерий И то, что иммунная система Раньше не распознавала Вдруг начинает видеть Фрагменты бактерий Представляет своего рода Рожки, ножки, хвостики, усики Эти бактерии То, на что иммунная система Уже в конце концов Может проеагировать При этом есть нюанс Поскольку эти бактерии Кишечной группы Являются Законными хозяевами В кишечнике Там на них Слизистые Не реагируют На всех остальных Слизистых Начинается массовое Восстановление Местного иммунитета Потому что Надо сказать, что Общий иммунитет Как правило Очень хороший Даже выше нормы Но он не может добраться До бактерий И вот применение Аутовакцин Приготовленность тех бактерий Которые поселились В неположенном месте В данном случае В почках Приводит к тому Что иммунитет На слизистых Восстанавливается Бактерии Оттуда вытесняются Прекращается Интоксикация И поэтому Выздоравливают Это может занимать Несколько лет Это не быстрый процесс Собственно Как любая вакцинация Но на сегодняшний день Это единственный способ Пациентов С этими Многогранными Объемными Большими Залежами Жалоб Когда жизнь Становится не в радость Вернуть к нормальному Ритму жизни И это касается И детей Взрослых Потому что дети Кстати Страдают Не меньше Чем взрослые И очень часто Процесс Будущих страданий Закладывается В детском возрасте Когда ребенка Лечат Максимальным Роматным Количеством Антибиотиков Таким образом Лечение Бактериальными Аутовакцинами Позволяет Лишить эту проблему Избавить человека От Нефродисбактериоза И От Сидрома Хронической Бактериальной Интоксикации На этом все Время истекло С вами был Доктор Марков В очередные 5 минут Ликбеза По инфекционным Болезням Будьте здоровы Не болейте А заболев Лечитесь правильно И выздоравливайте До встречи